В мою сторону данный гражданин ругается матом в общественном месте 20.1 это раз воспрепятствие деятельности журналиста это 2 144 статья уголовного кодекса вот откуда такие рождаются как ты запрещает фото видео запрет 4 статья что у вас не запускают сюда людей снимать кто тебе сказал оперативно сказал какой оперативно работает какой оперативник от диспетчер я заработаю какой дисканеры что дальше туда работают и снимешь камеры печал что ты дальше что ты здесь работаешь какой ты имеешь право запрещать в общественном месте видеозапрет у тебя я тебе запрещаю и в принципе можно прям уже в субботу получается да в понедельник нам передавать вместе с материалом проверки в рост потребнодзора я бы с вами не согласился 879 приказ возможно а вот там что у него что это у них перекрестки акции такая есть вот то что просроченные нашли согласно регламенту перекрестка внутренние правила они обязаны покупателю отдать бесплатно они нам это отдали то есть здесь тоже ну вот вам можно вот нет они отдают хорошее мы обязаны вернуть деньги покупателю и обменять на обзирный товар а то есть получается вот это что было просроченное да то есть по факту возврат сделан ну например вы приходите по регламенту компании все обязанности выполнены перекрестка покупаете просроченную колбасу вот выпадает вам просроченная колбаса вам не только деньги вернут в соответствии с законом защиты потребителей но и от самой компанией такую же клубасу бесплатно я понял я тогда сейчас в машину возьму этот бланк будем писать тогда осмотр и занимать вот это я тогда все забираю с этим бланком отвезу в 5 отдел полиции соответственно вы в дальнейшем уже обращаетесь к этому ну вы передаете территориальный отдел Роспотребнадзор а нам если надо мы уже делаем запрос мы перед судом обычно делаем запросы в отдел полиции просто если у них уже сроки мы сейчас даты фиксируем что уже десятое время грубо говоря 031 то соответственно как бы и по осмотру это будет время все указано извините пожалуйста но в данный момент же вы по факту не можете изъять уже этот товар так как он числится на балансе магазина который сделан уже возврат это только если завтра с утра приходите пробивать его нет сотрудник полиции имеет право его изъять его под протокол административного право решения товары представляют под протокол даже если бы он не был куплен сотрудники полиции имеют право изымать данный товар как предмет совершения административного право решения какая разница по балансу он находит это такая разница это магазин это большая разница как это все пройдет есть да с бланком вас ждем я не отрицаю то что спросила выпусти сотрудника полиции то сотрудника полиции надо выпустить мою сторону данный гражданин ругается матом в общественном месте 20.1 это раз воспрепятствия деятельности журналиста это 2 144 статья уголовного кодекса конечно интересно общаться мы здесь разрешение знаешь вот там вот разрешение на улице спроси у кого нет снимать дома будешь запрещать понятно дома не дома чуть-чуть и сам разговаривать хочу разговаривать я тебе не брат я тебе не брат запомни я тебе не брат я тебе не брат вот откуда такие рождаются как ты запрещает фото и видео запрет в общественном месте да он не вдупляет еще до сих пор что есть 144 статья что у вас не запускать сюда людей снимать кто тебе сказал какой оперативник диспетчер я здесь работаю и что дальше что ты здесь работаешь что ты здесь работаешь какой ты имеешь право запрещать в общественном месте видео запрет у тебя я тебе запрещаю и ты не будешь снимать я дома запрещаю у себя я к тебе не пойду домой и не придешь ты ты оттуда просто не уйдешь потом понял я тебя обоссую я тебе за разговор отвечаю слушай ты сейчас уже наговорился на 20.1 сейчас поедешь домой ты сделай так чтобы я отсюда домой пошел вот сейчас пойдешь ты уже сейчас на контент такой сейчас сделал он имеет право снимать не имеет говорит оперативник какой ты тебе брат то он тебе даже не брат смотри я тебе говорю две статьи 29.4 и 152.1 29 статья Конституции почитай причем здесь оперативник оперативник не может быть выше закона понимаешь мы против закона не можем идти что ты хочешь делать это раз это две статьи это 152 ГК и 29 статья а еще плюс третья 144 статья это общественное место это еще раз имеет право ресторан это общественное место это не твой дом это не твой дом мне говорит оперативник а если скажет спрыгнуть с крыши ты спрыгнешь спрыгнешь ну и все я у себя на работе далеко и надолго пока я на работе кто ты такой чтоб не запускать кто ты такой я охраняю кто ты такой вот и охраняй дальше полномочия у тебя не впускать нет таких в обязанности у тебя этого не прописано у тебя это не прописано ты прочитай на досуге вот эти вот три статьи 152 и 29 Конституции я тебе не вор законе я здесь работаю я знаю что вор законе мне нельзя сюда запускать знать надо закон российской федерации закон не нужен закон тебе надо тебе не нужен закон не не нужен езжай домой тогда придется уйти уйду без работы на меня не останутся но ресторан я вот и запущу ты же вот так горишь что ты уже такой контент нам сделал возьми мой номер без камеры давай выплачайся ты уже такой контент сделал уже что мама не горюй ты прославился уже мальчик и прославился на весь интернет уже мальчик все успокойся у тебя уже подгорело то принесите огнетушитель у него горит там уже сзади на сотруднику надеюсь разговаривать на душу надеюсь и выйдем по 1 1 без камеры на камеру ты трус на камеру ты трус ты на камеру трус ты на камеру трус что ты говоришь что ушатаешь ушатать ты можешь только себя головой об стенку понял зоне майора здравствуйте дпс дпс ответственно от руководства сегодня дпс не к ответственно от руководства а ты просил у нас здесь сейчас оперуполномоченный занимается или вы будете заниматься чем для срочной продукты еще раз подскажите пожалуйста в чем у нас вам нужно туда будет пройти 29 товаров совершила 29 покупок разными чеками там и детское питание там и товары для детей возрасте до 6 лет с истекшими сроками годности в этом мы усматриваем признаки преступления согласно статье 238 у к рф она так как полицию в свое время решили компетенции работать в сфере потребительского рынка есть приказ мвд номер 879 то есть полицейские обязаны это изъять и направить вместе с материалом проверки то есть изъять протоколом осмотра местопроисшествия в роспотребнадзорс вот нам как раз надо чтобы это все изъяли решили вам вызвать сова представителя роспотребнадзора либо воплотиться заявлением они не являются текстной службы зафиксировать это все направить в роспотребнадзор они соответственно нет если они выявят наличие состава преступления предусмотренного в зате 238 это не оказание указание услуги несоответствующего качества требования безопасности по соответственно они направляют все эти документы да но как минимум имеет место быть административные правонарушения тоже никто не понимает есть приказ по сути который тоже самый протокол 4.4 но за кто-то нам очень заставляет составлять роспотребнадзор соответственно полиция не может составлять составлять нет нет я говорю составлять нет полномочий но есть приказ МВД 879 об взаимодействии МВД и роспотребнадзор а где говорится вы то не являетесь роспотребнадзором мы нет мы граждане которые дают имени полицейскому полицейский полиция приняла заявление пока еще у нас никто не принял приезжал оперу полномоченный приехал сейчас сказал что пошел за бранками в автомобиль какой наряд патрульно-постовой что он несет они не изымут ничего отправьте говорит наряд патрульно-постовой уже отправляли да он говорит по телефону отправьте наряд патрульно-постовой сюда он что несет ППС ничего не имеют права вообще составлять протокол осмотра изымать протокол принятия устного заявления у сотрудника ППС нет такого полномочия изымать просроченные продукты нету внутренних дел у ППС нет такого товарищ майор вы безграмотный в том что у них нет таких полномочий изъятия просроченных продуктов особенно по 238 УК РФ мы усматриваем это уже будет соответственно следственный комитет проводить экспертизу вместе с Роспотребнадзором вы давайте лучше это действовать в рамках закона российского не позорьтесь товарищ сотрудник ДПС не позорьтесь там вам приказы на которые вы ссылаетесь там сотрудник органов внутренних дел какой? сотрудник органов внутренних дел какой именно? там вы написали у сотрудника ППС нет полномочий изъятия просроченных продуктов может он еще будет труп оформлять? они оформляли кто? ППС оформляет труп? вы чего? сотрудник ДПС вы чего говорите-то такой, а? я вас помошу вы безграмотный лучше увольняйтесь с этой должности уходите вообще просто ну будет жалоба на вас на составленное и отправленное вы получите жалобу на себя за бездействие хорошо ничего хорошего товарищ майор я не вижу в этом вы позоритесь сейчас и позорите внутренние это МВД внутренних дел в общем вот так вот вот таких вот нарушителей которые выражаются нецензурной броню в общественном месте мы будем оформлять и привлекать к административному правонарушению и думайте чем что говорите когда общаетесь с человеком другое вот в общем в общем в общем мы не мы и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...